Девушки отдыхают В Дни памяти мы хотим отправить наше послание и такие слова, как «Мир», чтобы больше никогда не было войны. И мы с вами были хозяевами на этой земле. Граждане – единственный безальтернативный источник власти в Украине. Украинские женщины призвали своих российских сестер не верить пропагандистской машине соседней страны и искать информацию в альтернативных источниках. Граждане Украины никого не зовут на помощь. Иностранная интервенция нужна только коррумпированным чиновникам, потерявшим власть. Именно они хотят продолжать паразитировать на народе, говорят женщины. Украинцы сами хотят решать, какого президента выбирать и как построить страну свободных людей. Матери Украины обращаются к российским сестрам, чтобы вместе не допустить войны, в которой будут гибнуть дети. Обращаюсь к вам, дорогие российские сестры-матери, с призывом воспользоваться вашей силой и материнским правом остановить войну, страшную, жестокую, бессмысленную. Войну между народами-родственниками, в которой уже есть первые горькие смерти. Матери, давайте вместе скажем, стоп в войне и сохраним жизнь наших детей. Пусть вместо похорон в наших семьях будут свадьбы и рождение детей. Украинки прошли шествием по Майдану, остановившись на улице, которую в народе уже назвали улицей Небесной сотни, где расстреливали майдановцев во время февральских трагических событий. Здесь тоже гибли чьи-то дети. Нельзя допускать, чтобы матери переживали своих детей, говорят участницы шествия. В этом мире ты можешь все. Только настрой себя на мудрость, на любовь, свет, силу, честность, доброту, красоту и сочувствие. В завершении акции все участники сверили часы. Теперь каждый день в 18 часов они будут молиться за мир во всем мире и в родной Украине. Украинцы уверены, что если всем миром обращаться с молитвой в одно и то же время, война обязательно прекратится. Ведь мысли людей непременно материализуются. Особенно если эти мысли праведны. Российская мать... Субтитры подогнал «Симон»